приветствуем вас на канале мясорубка свежие новости подъехали начинаем крутить фарш великая новость америка не признает противовесов и компромиссов казалось бы и что здесь интересного кого этим хотели удивить а хотели и даже наверное удивили казахстан туда подоехали американские чиновники и стали объяснять что помогать россии обходить санкции это очень плохо и что это может привести к введению вторичных санкций против самого казахстана и казалось бы но имеют право наверное да вот не совсем как выяснилось потому что американцы решили совместить приятное с полезным и тут надо уточнить что они имеют ввиду под нарушением санкций дело в том что казахстан и так уже ввел никем и ничем не предусмотренное обязательное оформление сопроводительных накладных на товары и будь он одиноким деревом степи никого бы это не волновало но казахстан входит и весьма активно так входит надо отметить в евразийское экономическое сообщество причем в этом сообществе он сам кричал едва ли не больше всех что надо как можно меньше межгосударственных барьеров за бюрократизированности и что российская видишь ли государственная машина со своими бумагами разрешениями и прочими препонами мешает свободному передвижению товаров внутри и с и что прекращайте мол русские требовать от всех миллион бумажек заполнять а теперь вот сами требуют причем те самые сопроводительные накладные на товары этого сша уже мало торгуют россия и казахстан а контролировать каждый атом в этом деле хотят в вашингтоне при этом казахстан сам пожелал конечно стать слугой даже не 2 а 32 господ и теперь не знает как увязать все эти требования это еще назарбаев придумал что если мы находимся мол между россией и китаем то нам необходимо следить за логикой получить в качестве противовеса некую третью силу которая будет и против россии и против китая гениально вот только третья сила далеко и в безопасности а что будет с казахстаном если по воле третьей силы он будет играть против обеих стран между которыми находится это интересно и где ночевала логика в этом подходе непонятно впрочем америке не нужны никакие противовесы и компромиссы как мы и сказали в самом начале либо америка превращает очередную страну в антироссию либо она заваливает эту страну санкциями собственно можно посмотреть на то что происходит сейчас в грузии весь выбор который сша предлагают другим странам это либо вы становитесь врагами для россии либо вы станете врагами для нас что будет делать казахстан это очень интересно особенно в разрезе упомянутого выше факта он ограничит не только с россией но и действительно с китаем впрочем что мы можем понимать в международной политики жалкие создатели большой двадцатки брикса он и других международных объединений конечно же ничего и не нам учить суверенные страны вода этим может заниматься только америка ее право учить не почему не смущает даже самые гордые независимые страны кстати об америке байден не просто пошел на второй срок решил делать это под замечательным лозунгом у его новые избирательные кампании будет слоган давайте доведем дело до конца и понятно конечно что пиарщики байдена имели в виду не это но почти все прочитали это как давайте добьем уже америку нашим восхитительным правлением до конца лучше всего это конечно будет смотреться когда они с трампом встанут рядом и получится эдакая война лозунгов а может быть все таки сделаем америку обратно великой нет давайте доведем дело до конца и угробим ее полностью хотя скорее всего по мысли пиарщиков байдена это должно было перекликаться со слоганом предыдущей избирательной кампании нынешнего хозяина белого дома а именно build back better что приблизительно можно перевести как перестроим лучше прежнего и кстати да идиома build back она очень близка по смыслу к столь нежно любимой михаилом сергеевичем горбачёвым перестройкой и к тому же надо отдать должное байден действительно перестраивает америку там уже почти ничего не осталось от того что закладывали некогда отцы-основатели и когда старина джо закончит дело а у него есть шансы победить на выборах скорее всего от старой доброй америке останется максимум название кстати странно что до него еще никто не додумался добраться ну ничего это они исправят наверное кстати недавно обожглась и канада которая думала что не так уж и много у нее торговли с россией и что санкции для нее дешево обойдутся оказалось что не совсем оказалось что санкции обошлись и дорого на портале city в news говорится о том что закрытие воздушного пространства канады для российских перевозчиков больно ударило по национальной авиа индустрии потому что россия закрыла воздушное пространство в ответ как там сказано из-за необходимости облетать россию которая закрыла свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против российских авиакомпании канадские перевозчики сталкиваются с увеличением времени полетов и затрат на топливо. Что влечет за собой рост стоимости и без того дорогих билетов для пассажиров. Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России. И правда, ведь Канада у нас, помимо всего прочего, еще и модненько-зелененькая, борется за псевдоклиматическую повесточку и, соответственно, вполне причастна к тому энергокризису, который они устроили вместе со старшим партнером в лице США. Так что облетать воздушное пространство России это могло бы еще и не так дорого стоить, если бы не инфляция, если бы не высокие ключевые ставки центробанков, если бы недорогое топливо и все остальные обстоятельства, которые благородные доны из стран коллективного Запада сами и устроили во всем мире. Кстати, интересным образом решила подключиться ко всеобщему веселью и Европа. Помнится, как же наши либералы критиковали Россию, когда у нас стали требовать от иностранных соцсетей соблюдать национальное законодательство, удалять противоправный контент, платить налоги и так далее. Да как вы только смеете, мол, ограничивать священную свободу слова? Как можно требовать подобного от соцсетей? Оказалось, что еще как можно. Европа не просто решила заняться подобным же, а подошла системно, на порядок жестче, написала триллион правил, причем многие, вполне политические и носящие характер откровенной цензуры. И распространила их далеко не только на соцсети, что самое главное. На сайте Еврокомиссии опубликован документ, который вступит в силу с 25 августа и имеет следующее содержание. Сегодня комиссия приняла первое решение о внесении в список 17 очень крупных онлайн-платформ и двух очень крупных поисковиков, которыми каждый месяц пользуются по меньшей мере 45 миллионов человек. В перечень входят Alibaba, AliExpress, Amazon Store, Apple App Store, Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube и Zolando. Вместе с этим под усиленный контроль со стороны ЕС попадут поисковики Bing и Google Search. Напоминаем, что деятельность мета соцсети Facebook и Instagram запрещена в России как экстремистская. И самое главное, что от всех этих платформ будут требовать удалять не только противоправный контент, но еще и так называемую дезинформацию и так называемую пропаганду. При этом, как мы понимаем, под категорию дезинформации и пропаганды будут попадать вообще любые материалы, которые сугубо политически не понравятся еврочиновникам. И что, интересно, после этого началось? Какой-нибудь Юра Дудь уже помчался снимать 30-часовой разоблачительный фильм о том, как Европа официально ввела цензуру, да еще такую, что Китаю не снилось с его великим фаерволом? Или, может быть, Ксения Собчак ужаснулась царящим на Западе нравом? Кто-нибудь из наших драгоценных правозащитников возбудился по поводу нарушения прав и свободы слова в Европе? Кстати, у них же там есть целое ОБСЕ, есть куча НКО, которые следят за свободой и работой для журналистов. Хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь сказал, но, разумеется, нет и не скажет. Это другое, и надо понимать разницу. То Европа пыталась вовмешаться во внутренние дела России, это надо приветствовать. А то Европа затыкает все инакомыслящие рты внутри себя. Это правильно и нужно, здесь нечему возражать. Вот гражданское общество, а также всевозможные активисты и не возражают. А нам, дорогие друзья, надо теперь прерваться и разгрузить новую партию новостей для вас, чтобы приготовить завтра еще свежего фарша.